Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» представляет Телекомпания «Вид» представляет Ещё раз добрый вечер. Огромное спасибо, что нашли время посетить наш уютный, тёплый музыкальный уголок. Я объявляю начало первого тура! Алена, вы участница под номером один, ближайшая ко мне. Вам выбирать, прошу. Ну что ж, я тоже возьму первую категорию, поющие киногерои. Поющие киногерои – это актёры, которые поют в кино своими голосами. Нота, в которой бы вы хотели сыграть? Номер три, пожалуйста. Нота номер три, 65 рублей за правильный ответ. Рубль нашей сегодняшней программе будет равняться датской кроне! Всё-таки, как много путешествуют наши звёзды. Я не произвёл на них таким образом впечатлений. Итак, 65 рублей, слушаем музыку. Лариса, вы были первой. Вахтанки Кобидзе, Чита Грита Маргарита. Чита Грита, Чита Маргарита, да! Из кинофильма «Анни Мина». Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Первая мелодия угадана. Лариса, что будет дальше? Ой, что будет, ой, что будет. Мне уйти или съёжиться? Ну что-то без тебя я жить не могу. Тогда я буду стоять во весь рост. Пожалуйста. Выбирайте, Лариса, прошу. В этой же категории последняя нота. Нота номер четыре. Слушаем. Сергей! Это танго из картины Титова «Здравствуйте, ваша тётя». А как она называется? Любовь и верность. Любовь и бедность, да! Навсегда меня оставали в сети. Алёна, сейчас будет ваша мелодия, потому что у Ларисы и Сергея уже есть по одной угадной. Сергей, выбирайте. А там же? Там же нотка. Вторая. Вторая. Слушаем. Лариса! Служебный роман. Служебный роман. А... Покоя нет? Что-то такое, весь день я жду кого-то. В моей душе покоя нет, конечно. Алиса Брунна Фреймблиг исполняет эту песню. Алёна, куда вы собрались выходить, а? Она ветвина и падка на разочарование. Вдруг моментально игра наша потеряла интерес. Боритесь за право победы, Лариса. Выбирайте. Песни Александры Пахмутовой. Песни Александры Пахмутовой. Нота номер четыре. Четвёртая. Слушаем. А да, Алёна. Опустела без тебя земля. И это всё мне. Да, да, да. Нежность. Так называется эта мелодия. Алёна, а ведь правда здорово угадывать мелодию. Аплодисменты Алёне Сверидовой. Аплодисменты Ларисе Сергею. Теперь вы не хотите покинуть нас? Нет, я осталась, пожалуй. Нет? А-а-а. Выбирайте. Ну что ж, поющие киногерои. Поющие киногерои, единственный оставшийся. Нота номер один. Слушаем. Алёна. Ваше благородие. Госпожа, удача, разлука, победа, неважно, угадана. Да. Что-что? Меня не слышно? Нет. Дело в том, Лариса, что наши красные кнопки реагируют в сотой доли секунды. С точностью сотой доли секунды. Мне казалось, что я была первой. Практически одновременно, но Алёна была первой. Лариса, теперь вы на меня обиделись. Я расстраиваюсь. Ну что мне делать? Ну что мне делать, уважаемые участники? Вы такие обидчивые, пожалуйста. Не зайдите до меня. Давайте мы сегодня нашу игру доведём до её логического завершения. Алёна, прошу. Ну что ж, давайте птицы. Птицы. Расскажите птицы. Птицы нам расскажут. И так только рукокрылые и оперённые в этой категории. Нота. Номер четыре. Нота номер четыре. Слушаем. Лариса. Пой, ласточка, бой. Пой, ласточка, бой, конечно. Пой, не умолтай. Теперь мне Алёну начинать успокаивать и говорить, что у нас точные кнопки, что у нас до сотой доли секунды. Берите пример Сергея. Играет с достоинством и не ввязывается в склоке. Аплодисменты Сергею Жигунову. Лариса, прошу вас, выбирайте. Я хотела бы продолжить категорию песни Александра Пахмута. Нота? Нота номер три. Нота номер три. Слушаем. Лариса, вы были первой. Девчата. Хорошие девчата, конечно, конечно, конечно. Все же помнят эту песню в вашем исполнении. Конечно же, прекрасно. Выбирайте. Там же. Бахмута. Вторая нота. Нота два, слушаем. Алёна. До свидания, Москва. До свидания. Ну такой он, пушистый. Пушистый, да. Наш ласковый Миша. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Да, угадано. Сергей, благородство, внутреннее спокойствие, это хорошо. Но ещё помните о том количестве очков, которые у вас на счету. У вас их меньше. Да, убейте, убейте, убейте. Алёна, выбирайте. Ну что ж, давайте Пахмутову. Давайте Пахмутову. Нота. А, единственное оставшееся. Слушай. Да, Лариса. Белоруссия. Конечно, молодость моя, угадана. Да. Что такое, Алёна? Почему? Что, друг? Это страсти. Ах, как хочется победить. Страсти, страсти, страсти. Уважаемые телезрители, как вы догадываетесь, потом звёзды отыгрываются на мне. Но это будет после. Лариса, прошу. Птички давайте. Птички. Нотка? Вторая. Пощебечем. Слушаем. Лариса. Орлята учится летать. Да, угадно, совершенно верно, уважаемые участники. На этом первый тур нашей программы заканчивается, но ещё не все песни прозвучали. Сергей, Сергей, я жду от вас солидной, хорошей игры, как и от Алёны, как и от Ларисы во втором туре нашей программы, в котором мы увидимся с вами через несколько мгновений. Прошу вас зайдите на поле, уважаемые греки. Да, а работа-то у меня, между прочим, опасная. Вдруг Лариса обидится, вдруг Алёна обидится, а я для этого не переживу. Наступает время второго тура нашей программы. Лариса и Алёна настроены и серьёзно, но я думаю, что за внешним спокойствием Сергея Жиганова тоже скрывается буря страстей и эмоций. Встречайте наших участников, они появляются в студии. Добро пожаловать! О, как слепит ваше сияние звёзды! Внимайте ваши игровые места! Начинаем второй тур! Вы знаете, обычно перед началом второго тура я говорю какие-то слова, может быть, кому-то утешительные, кому-то поздравительные. Я не буду этого делать, все всё видели, все видели этот фантастический первый тур. Будем продолжать! Я объявляю на начало второго тура! Лариса, вы лидер, вы лидер по итогам первого тура, значит, вам выбирать, прошу, любую категорию. Хит-группа 90-х. Хит-группа 90-х, песня группа популярных в наше время. Слушаем музыку! Алёна была первой, да? Последняя осень. Последняя осень, группа ДДТ, да! Угадано. Выбирайте, Алёна. Популярная классическая музыка. Популярная классическая музыка. Внимание, слушаем! Алёна! Фигара. Фигара, конечно, Ария Фигара, да! Угадано. Выбирайте дальше, Алёна. Популярная классическая музыка. Популярная классическая музыка. Такое ощущение, что вы нащупали слабинку среди своих соперников и пытаетесь этим воспользоваться. О, смею вас уверить, Сергей и Лариса прекрасно знают популярную классическую музыку. Лариса, руку ближе к кнопке. Я просто хорошо знаю эту категорию, там же надо очки набирать, очки. Ага! Итак, слушаем популярную классическую. Поехали! Алёна! Славься! Конечно, хор Славься Клинка! Да, Угадана. Лариса, протяните свою длань над красный клоп. Да, держите ближе руку, потому что Алёна играет очень серьёзно. Алёна, выбирайте. Ну, я тоже как-то... Популярная классическая музыка. Популярная классическая музыка, по-моему, начинает действовать вам на нервы. Нет, 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 меня ничто не может вывести из терпения. Слушаем! Алёна! Это Минуэт Баккирини. Конечно, Угадана, да! Да, да, да! Пока вам нет равных, давайте поаплодируем, поаплодируем в прекрасной игре! Выбирайте. Популярная классическая музыка. Я ставлю на одно очко. На одно, на одно. Желаю удачи. Слушаем. Да, Алёна. Вивальди. Что же, это... Это Времена Года. Времена Года, да, конечно, Угадана. Скажем так, вы разыграли свою козырную карту. Четыре мелодии озвучали в этой категории. Нужно перемещаться. Хит-группа 90, Гори-Гори, ясно. И из репертуара Иосифа Кобзона. Куда поедем? Нет, я, пожалуй, Гори-Гори. Гори-Гори, ясно. А то, может быть, плавающее светило, а может быть, рванувший баллон с пропаном. В этой категории. Слушаем. Что ж там в главном? Лариса. Бьётся в тесной печурке огонь. Печурке огонь, конечно. Да. Угадана. Выбирайте, Лариса. Из репертуара Кобзона. Из репертуара Иосифа Давыдовича Кобзона. Слушаем. И вновь... А, нет, нет, стойте, стойте, стойте. Я сигнальщик, Лариса, сигнальщик я. Я отдаю отмашку. Первая была Алена. И Ленин там молодой, премолодой. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Совершенно верно, да, угадана. Алена, ваш выбор. Так, что бы это такого... Ну, тес, тес. Давайте... Ну, хорошо, давайте погорим ещё немного. Давайте погорим. Гори-Гори, ясно. Слушаем. Лариса. Гори-Гори, моя звезда. Да, угадана. Сергей. Я понимаю, что соседство двух очаровательных женщин вас вполне устраивает, и, в общем-то, надеется на большее было бы даже уже, ну, не совсем прилично. Но всё-таки, Сергей. Но всё-таки. Я стучу регулярно. Хорошо. Стучите. Лариса, выбирайте, прошу. Хит-группа 90-х. Хит-группа 90-х. Слушаем. Алена. Край. Этот край... Край. Это вот... Лицей, по-моему. Лицей, да, паровозик. Копочка, край, чудесный край. Да, совершенно верно, угадана. Сергей, вы обещали поскучать? Ну, хотя бы после, так, или... Хоппа. Хорошо. Алена, выбирайте. Ну, туда же, давай. Туда же. Хит-группа 90-х. Слушаем. Лариса. Группа кино. Группа крови, по-моему. Группа крови на рукаве. Да, угадана. Просто выбирайте. Туда же. Туда же. Последняя четвёртая. Хит-группы. Слушаем. Алена. А тучи. Тучи. Как люди. Да. И пусть, может быть, мы кричали эти слова не в тональность, но смысл был донесён достаточно явственно. Выбирайте. Ну, ну, давайте туда же. Туда же нельзя же. А, уже нельзя же, да? Четыре же озвучали же уже же. Уже же. Ха-ха-ха-ха. Ох, Лариса. Не хотел бы я встретиться с вами в тёмном переулке. Да, я очень добрая. Опасная, опасная женщина. Я очень добрая, на самом деле. Будем гореть. Это, кстати, Алёна на выражение. Она тогда сама говорила, давайте погорим. Я ей предложила погореть. Алена. Лариса, я по Кобзоне лучше. Ну что же, погорим потом, а сейчас, Йосиф Давыдович, ну, простите, простите, милых, очаровательных дам, по Кобзоне. Слушаем. Алёна. Солдат, ты же выжил, солдат. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал. Да, конечно, угодно. Уважаемые гряки, на этом время второго тура нашей программы заканчивается. Сергей, подожди. Вы сейчас пойдёте снимать очередной эпохальный сериал. Я знаю, вы займётесь другим делом. Но прежде чем Сергей Жигунов действительно пойдёт снимет какое-нибудь глобальное монументальное полотно, давайте аплодировать нашему участнику и благодарить его за то, что он сегодня играл с нами. Сергей Жигунов, огромное спасибо. Алёна, Лариса, до встречи в третьем туре. Прошу вас зайдите на поле, уважаемые гряки. Битва будет великой и бескомпромиссной. Лариса и Алёна выходят в третий тур. Вы знаете, дорогие друзья, я даже немного волнуюсь. Вроде бы бывалый боец угадает. А с этими женщинами шутить опасно. Они могут испепелить взором. И они прекрасны и очаровательны. Бориса Толина, Алена Циридова появляется в студии. Прошу вас, занимайте ваши игровые места. Ну что-то, начнём третий тур нашей программы. Вы понимаете, что любое моё слово может вызвать бурю. И тогда напоминаю, они отыграются на мне, но уже после программы. Молчу, 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 молчу. Комментировать не буду. Лидером по итогам первых двух туров является Алёна. Алёна, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о деревьях, способных лето превратить в зиму. Прошу вас, вы начинаете. Лариса. Да, Алёна. Ну что, следу традициям нашей передачи, я угадаю эту мелодию с семи нот. А я попытаюсь с шести. А я попытаюсь с пяти. Угадывай. Угадывай. Итак, пять нот песни о деревьях, способных лето превратить в зиму. Слушаем. А я знаю. А вот, да. Алёна, не надо нажимать на кнопку, просто отвечать. Как называется песня? Тополя, тополя. Тополя, тополя, конечно, конечно, да. Итак, подсказка номер два. Песня «Рецепт доброго расположения духа». Прошу вас, Алёна, вы начинаете. Лариса, я угадаю. Семи. С пяти. С четырёх. Валяй. Вот, а сейчас она будет. Вот они, звериные нравы, шоу-бизнес, а. Валяй. Итак, Алёна, вы будете валять с четырёх нот песню-рецепт доброго расположения духа. Четыре ноты. Слушаем. Ой, как хорошо. И улыбка. Без сомнений, вдруг коснётся в ваших глаз, да. И хорошее настроение не погинет больше вас. Лариса, я внутренне съёживаюсь. Но я не виноват, честно, что вы отдали право угадывать, Алёна. Ты ещё даже не знаешь, что тебя ждёт. Называется «Голос из подполья». Подсказка номер три. Песня «Очень домашней женщины». Алёна, начинайте торги. Домашняя? «Очень домашняя». Ну что ж. С шести? С четырёх. С трёх. Назначена самая высокая цена, да. Алёна будет угадывать с трёх нот. Я не имею права больше торговать. Песню «Очень домашней женщины». Слушаем. Вот это да. Итак, Алёна, временно раздумья мы, как правило, не даём в третьем туре. Раз, два, три. И женское счастье. Был бы милый рядом. Два, один. Лариса плохо пытается скрыть улыбку. Улыбку торжества и злорадства. Да. А чему-то ты радуешься, я не понимаю вообще. Что бить меньше будут, Лариса. Два, один, два, один. Подсказка номер четыре. Песня «Об очень красивом азиатском городе». Прошу вас, Лариса, вы начинаете торги. Азиат. С пяти. Ах, ах. С четырёх. С трёх. С трёх. Лариса, назначай самую высокую цену. Три ноты и песни об очень красивом азиатском городе. Слушаем. В азиатском? Да. Да, и у вас нет времени на раздумья, Лариса. Вам нужно отвечать. Нужно-то нужно. Не ответила. А вы вообще не вмешивайтесь здесь. Два. Лариса. Три. Вы не хотите ничего сказать? Сияй, Ташкент, звезда Востока. Так называлась эта мелодия. И сейчас становится три-один в пользу Алены. Уважаемые телезрители, запомните меня таким весёлым и цветущим. Потому что Лариса Долина проиграла таки третий тур нашей программы. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты. Ассеровательной Ларисе Долиной. Лариса, спасибо огромное за ваше участие. Я благодарю вас. Бейте меня потом по возможности, по мягким частям тела. Сейчас я всё скажу. Итак, аплодисменты Ларисе Долиной. Алена, до встречи в супер-игре. Просто зайдите на поле, уважаемые игроки, уважаемые участницы, уважаемые телезрители. А может быть, Лариса меня всё-таки пожалеет. Не знаю, не знаю, но я готов к путь в шагу. Ах ты, бедная овечка, что же бьётся так сердечко. Это супер-игра, это супер-игра, это супер-игра. Я думаю, что вот мы-то без эмоций никоим образом не относимся к Алене Сверидовой. Она спокойна и целеустремлённа. Она являет нам свой чудесный образ студии. Мы планируем ей, мы восхищаемся ею. И я приглашаю её занять центральное место. Вместо пенальтики прошу вас, прошу вас, Алена. Друзья, Алена Сверидова в финале. Играет она, оу, это была Великая битва, 1087 рублей. Сейчас можно всё это приумножить, приумножить славу, достичь высшего звания, которое даётся в нашей программе супер-игрока. И, конечно же, заработать самые тёплые, самые жаркие зрительские аплодисменты. Именно такие уже сейчас раздаются в студии Алена Сверидова. Алена, готовы? Да. Готовы? Да, да. Начали. Вот ты моя, что-то темноглазая. Где ты моя? Черноглазая. Где Вологди? Где-где-где-где-где-где-где-где? Да, угадано. Да. Дальше. Да, да, там. Это... Эй, подруга, выходи-ка, да на друга погляди. Это... Молодёжная из кинофильма «Волга-Волга». Да, угадано. Дальше. Червону руту не шукай, вы чурами. Да, угадано. Дальше. Чарли, Чарли. Чаплин смешной чудак. Угадано. Да. Дальше. Ля-ля-фа. Ля-ля-фа, эти ноты. Да, да, да. Дальше. А синий поцелуй. А синий поцелуй, совершенно верно. Да. Да. Итак, всего одна мелодия. Мелодия номер семь. Слушаем. И что же это было? Синий, синий, иний. Лёг на провода, она выигрывает супер-игрол. Да. Аплодисменты, 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 аплодисменты. Всё в честь Алёны, Сверидова. Алёны играли потрясающе. И прошу вас, зайдите на поле вместе с подарочком. Вместе с подарочком вы покидаете нашу программу абсолютной победительницей. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты нашей финалистки. Алёна Сверидова. Друзья, к чему слова, к чему эмоции, к чему бесты. Назово просто красиво попрощаться. И сказать, до скорой встречи. Скорая встреча обязательно наступит. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok